Уважаемые слушатели, аудиокнига поделена на части, ссылки на которые вы можете найти в описании под роликом. Приятного прослушивания! Николай Лейкин. Где апельсины зреют? Читает Геннадий Постригаев. Часть седьмая. Дорога шла в гору, открывались виды один другого живописнее. Слева шли отвесные скалы, на которых ютились нарядные, как бонбоньерки, домики самой причудливой архитектуры. Внизу растелалось море с бесконечной голубой далью. Белелись паруса лодочек, кажущихся с высоты дороги маленькими щепочками, двигались как бы игрушечные пароходики, выпуская струйки дыма. Перед глазами резко очерчивалась глубокой выемкой гавань. Извозчик указал вниз бичом и сказал — Виле Франш, опять вилла! — воскликнул Конурин. — И чего это они завилели? На горе вилла, в воде вилла? — Да ведь я же говорила уже вам, что вилла — дача по-ихнему, — заметила ему Глафира Семеновна. — Да ведь он в море, кнутом-то указывает, а не на дачу. Внизу, под горой, на самом берегу моря, показался бегущий поезд железной дороги и скрылся в тоннель, оставив после себя полоску дыма. Вид на море вдруг загородил сад из апельсинных и лимонных деревьев, золотящихся плодами и обнесенной живой изгородью из агавы. — Ой, природа-то какая! — восторгалась Глафира Семеновна. — Да что природа? Природ, природа! Они разве еще не выпили под апельсинными деревьями? — проговорил Конурин. — Вон написано «Таверна», — указал он на вывеску. — Как? Ты уж научился читать по-французски? — воскликнул Николай Иванович. — Ай да Конурин! — Погодите, погодите! Будут еще на пути таверны! — удерживала их Глафира Семеновна. Кончился сад и открылся крутой обрыв к морю. Опять бегущий железнодорожный поезд, выскочивший из тоннеля. — Смотрите на поезд! — указывала Глафира Семеновна. — Отсюда с горы кажется, что он двигается, как черепаха, а ведь на самом деле он мчится на всех парах. — Мадам, желаете сыграть на этот поезд? Ставлю четвертак, что он остановится в Берлине! — шутил Конурин, обращаясь к Глафире Семеновне, намекая на игру в поезда в Ницце. — Мерси! До монто-карловской рулетки копейки ни на что не поставлю. Снова пошли роскошные виллы, ютящиеся по откосам гор или идущие в ряд около дороги и утопающие в зелени тропических деревьев. — Видишь, как застроились? Вроде нашей новой деревни, — сказал Николай Иванович. — Вон даже что-то вроде Аркадии виднеется. — О, вроде новой деревни. Уже вывезешь ты словечко? — попрекнула мужа Глафира Семеновна. — Здесь мирты, миндаль в цвету, лавровые деревья, как простой лес, растут, а вон новая деревня. — Лавровые? Да нечто это лавровые! — усомнился Конурин. — Конечно же лавровые. — Лавровый лист из них делается? — Вон. — Ну что-ка, скажи на милость, в какие места-то приехали. Вот бы хорошо нарвать, да жене для щей на память свести. — Ах, жена, жена, что-то она, голубушка, теперь делает. Поди, сидит дома, пьет чай и думает, где-то теперь кости моего дурака мужа носятся. — Что это она у тебя уж очень часто чай пьет? — сказал Николай Иванович. — Такая баба, я отдачаю. А ведь и то я дурак. На кой шут спрашивается меня торгового дела к заграничным чертям на кулички вынесла? — Да полно тебе уж клясть себя. Зато отполируешься за границей. — И еще таверна. Вон вывеска. — Извозчик, стой, стой! — закричал Конурин. — Вы видали. Ах, как вы глазасты насчет этих вывесок, — сказала Глафира Семеновна. — Матушка, голубушка, в горле пересохло. Вы то разочните. Ведь мы в Петербурге по пяти раз в день в трактир чай пить ходим. По два десятка стаканов чаю-то охолачиваем иной раз. А тут без китайских трав сидишь. Извозчик остановился перед серенькой таверной, помещавшейся в маленьком каменном домике, около входа в который стояли деревянные зеленые столы и стулья. К коляске подбежал содержатель таверны без галстука, в одном жилете и в полосатом вязаном колпаке на голове. — Вин, рушь, месье, и апельсин на закуску для мадамы, — скомандовал Конурин. — Оранж, оранж, — поправила Глафира Семеновна. — О, вини, мидам, — засуетился трактирщик. — Э-э-э, де бутель, надо две бутылки, — крикнул Николай Иванович. — Обещались извозчик поднести. — Это шулеришки-то, шулеришки, отнявшему меня вчера в казино шестнадцать франков из-за Лиссабона. Не желаю я, чтобы вы его подчевали, — заговорила Глафира Семеновна. — Нельзя, Глаш, мы ему раньше посулили. Тогда не следовало совсем ехать с ним. Но уж, коль поехала, так чего уж тут. Мужчины вышли из коляски, чтобы размять ноги. Глафира Семеновна продолжала сидеть. Слез с козелой извозчика и закурил трубку. Трактирщик подал вино, начали пить. — Наливай и коше, венруш, — говорил Николай Иванович, кивая трактирщику на извозчика. — Вер пу, коше. Пил извозчик. — Вы трос анти, месье и медам, — кланялся он. — Выпив вина, он сделался смелее и фамильярнее. Подошел к Глафире Семеновне и, извиняясь за причиненную ей вчера в казино неприятность, стал доказывать, что ставку выиграл он, а не она. Стало быть, он совершенно справедливо захватил со стола деньги. — Алле, алле, женеве, напарли о ВКУ, — махала та руками и крикнула мужчинам. — Господа, да уберите от меня этого извозчика. Ну, что он ко мне лезет? — Мусио, мусио, иди сюда, пей здесь, — крикнул ему Николай Иванович, поместившийся уже скануленным за зеленым столиком. — Мил, пардон, медам, — расшаркался перед Глафирой Семеновной кучер и отошел от нее. Снова дорога, то поднимающаяся в гору, то спускающаяся под гору. Снова налево роскошные виллы, а направо морская синяя даль. Извозчик, подбодренный вином и фамильярным отношением с ним Седоков, еще с большим жаром начал рассказывать достопримечательности дороги, по которой они проезжали. — Вилла, пардон, — указывал он на возводящуюся каменную постройку. — Вилла Кренон, Вилла Шольц. Он даже рассказывал о профессиях владельцев вилл. Кто откуда родом, кто на чем разбогател, кто фабрикант, кто банкир, кто на какую актрису разоряется, но его никто не слушал. — Бурбачи, бурбачи, мусью, все равно тебя никто не понимает, — проговорил Николай Иванович. — Очень даже понимаю, — похвасталась Глафира Семеновна. — Ну, не желаю от извозчика разговоров слушать. Показалась роскошнейшая вилла с бульваром, с роскошным садом, обнесенным чугунной решеткой. Посреди пестреющей цветами клумбы бил фонтан. Вот и ворота во двор виллы с каменными столбами и резной чугунной перекладиной, обвитыми плющом. У ворот стоял бравый лакей с непокрытой головой, в синем полуфраке со светлыми пуговицами, в бархатных красных плюшевых коротких штанах и черных чулках и башмаках с пряжками. Он стоял, важно выпить вперед правую ногу, и курил сигару, пуская в воздух дым колечками. Глафира Семеновна взглянула на лакея и вздрогнула. В лакее она узнала капитона Васильевича, с которым она, ее муж Иконурин, вчера завтракали и играли в зале на сваях. Взглянув на лакея, Иконурин пробормотал. — Так-с, вот так штука, земляк-то наш каким пестрым петухом одет. — Скажи на милость, в лакеях служат, а мыть-то его, а мы его чуть не в графы произвели, в секретарии посольства. Женушка моя любезная прямо заявила, что он аристократ, и даже в первый раз увидавшись, уж под руку с ним по зале порхала. Весь вспыхнув, заговорил Николай Иванович. — Молчите вы, вы сами же меня с ним и познакомили. Огрызнулась Глафира Семеновна, слезливо моргая глазами, и крикнула извозчику. — Алле, каше, алле, провид. Извозчик щелкнул бичом, и лошади помчались. Впереди виднелась высокая гора, и на ней возвышался громадный замок. Подъезжали к Монако. Еще выше, на второй горной террасе, стоял Монте-Карло с его знаменитым игорным домом. Перед самым Монте-Карло извозчик, защелкав бичом, разогнал лошадей. Лошади помчались, и минуты через две-три на всех рысях подкатили экипаж к роскошному подъезду игорного дома. Смеркалось уже, когда Иванова и Канурин выходили из экипажа. Извозчик тоже слезал с козел и, приподняв свою шляпу котелком, просил — Пу-буа! Николай Иванович начал рассчитываться с ним. Извозчик оказался доволен расчетом, кивнул и, улыбнувшись, сказал — Бон шанс, мсе! Глаш, что он говорит? Неужто двух франков на чай ему мало? — спросил жену Николай Иванович. — Желает счастья в игре. — А почем он знает, что мы будем играть? — Ах, боже мой! Да ведь суда только за этим и ездят. Извозчик пошел далее и, наклонившись к Глафире Семеновне, даже начал подавать ей советы в игре в рулетку, продолжая улыбаться самым добродушным образом. — Прежде всего не горячитесь, но тихо, спокойно, и первую ставку на красную или черную, — говорил он мягким голосом на ломаном французском языке итальянца. Глафира Семеновна отшатнулась. — Да он с ума сошел! Вдруг делает мне расставление в игре! — проговорила она, бросив строгий взгляд на извозчика. — Осади назад, мусью, осади! Получил на чай и будет с тебя! — крикнул на него Николай Иванович и тут же прибавил, обратясь к жене. — Сама матушка виновата! И кшаешься около Егорных столов, черт знает с кем! Партнер твой вчерашний по игре. Он тебя за партнера и считает! — Да разве я виновата, что здесь извозчики шляются во все места, где бывает чистая публика? Канурин, задрав голову, осматривал вход в Егорный дом. — Это ты подъездишь-то великолепный! У иного дворца подъезд в оста раз хуже! — говорил он. — На кровные денежки дураков построен! Они их сюда наносили! — отвечал Николай Иванович. — Дураков! Однако здесь вся Европа играет! — возразила Глафира Семеновна. — Ничего не обозначает! — Наследство всех европейских дураков! — Умные люди здесь играют, что ли? — Умный человек в рулетку играть не станет! — Да пойди ты! У тебя все дураки! — Отчего ж те не дураки, которые в стоколку играют и в винт? — В стоколку или в эту прохлятую детскую вертушку! — воскликнул, в свою очередь, Канурин. — Помилуйте, матушка Глафира Семеновна, что вы такое говорите? В стоколку у тебя карты в руках, и всю ты эту музыку видишь. А здесь как тебе эти самые маркеры, что ли они? Что вот при вертушках-то? — Крупье. — Ну, а здесь как тебе крупье машину пустят, так ты и должен верить, что это правильно. А ведь он может пустить и шибче, и тише, с каким-нибудь шулеришкой источавшись. Знаю я, что пойдет вертушка, тише или шибче, сейчас у меня другой расчет. — Да ведь вы еще не видали, как здесь вертушку пускают, и судите по тому, как в Ницце ее пускают. А здесь Монте-Карло, здесь на всю Европу, здесь совсем другие порядки. — Да ведь и вы же еще не видали. — Не видала, но много читала про эту рулетку. — Однако, что ж мы не входим внутрь, Николай Иванович, толпимся на подъезде и без всякого толку, — заговорила Глафира Семеновна. — Да дай, матушка, здание-то смотреть. Успеешь еще деньги-то свои отдать. — Хорош подъезд, но одного в нем не хватает, — произнес в сироне Николай Иванович. — Ох, какой знаменитый архитектор выискался! Чего же это не хватает-то? — А вот тут, над подъездом, должна быть надпись на всех европейских языках. Здесь дураков ищут. — Да полно вам! Ну что это в самом деле? Все дураки да дураки, а вы очень умные должно быть. — Самый первый дурак, иначе бы сюда не приехал. Разговаривая на эту тему, они обошли кругом весь игорный дворец, посмотрели с откоса вниз, где в стрельбище проигравшиеся игроки, вымещая свою злобу на невинных голубях, бьют их из ружей, и снова подошли к главному входу. — Бедные голубки! — вздыхала Глафира Семеновна. — Здесь, душечка, жалости нет, здесь и людей не жалеют, — отвечал Николай Иванович. — Ну, я удивляюсь, как это не запретят для удовольствия голубей расстреливать? — А здесь ничего не запрещают. Человек даже до застрела доводят. Нашего же родственника в третьем году чуть не до сапог разделили, ну, ты сама знаешь. — Ох, вы все про одно и то же. Ну, что ж, входите. Они вошли. Уже совсем стемнело и везде зажгли электричество. Представляющий из себя вверх роскоши вестибюль блистал электричеством. В нем толпилась нарядная публика, очень мало разговаривавшая и с удивительно озабоченным деловым выражением на лицах. Ни веселья, ни улыбки Иванова и Кокурин ни у кого не заметили. Ежели кто и разговаривал, то только полушепотом. Только у бюро игорного дома стоял некоторый говор. — Билеты на вход надо взять, что ли? — спросил Николай Иванович. — Да, конечно же. Видите, люди берут. — отвечала Глафира Семеновна и повела мужа и Канулина в бюро. — Комбьян, пене? — спрашивал Николай Иванович у юркого конторщика в очках и с пером за ухом. — Комбьян, антре? — Спросил тот и забармотал целую тираду, пристально разглядывая Николая Ивановича сквозь очки. Николай Иванович, разумеется, ничего не понял. — Ложь! А что он за рацею такую передо мной разводит? — задал он вопрос жене. — Карточку твою для чего-то просит. Спрашивает, откуда мы и где живем. — Тут и пропасть. Люди деньги принесли им, а он к допросу тянет. — проговорил Николай Иванович, доставая свою визитную карточку и подавая ее конторщику, и тут же прибавил. — Только все равно, мусье, по-русски ничего не поймешь. Конторщик принял карточку, повертел ее, отложил в сторону и опять заговорил. — Имя и фамилию твою спрашивает. — перевела Глафира Семеновна и тут же сказала конторщику. — Николай Иванов де Питерсбург, авэк мадам ла фан Глафио. — Батюшки, да тут целый допрос, словно у следователя. Передаю уж, кстати, ему, что под судом и следствием не были верой православной. — Брусь, Николай Иванович, ты мешаешь мне слушать, что он говорит. — Ви, мусье, ну, сон вы ежо. Комон, в Ницце, то бишь, да, низ. — Ах ты боже мой, да неужто и гостиницу вам нужно знать, в которой мы остановились? — Глафира Семеновна сказала гостиницу. Конторщик все это записывал в разграфленную книгу. — Допрос, допрос, — бормотал Николай Иванович. — Переведи уж ему, кстати, что петербургский, мол, второй гильдии купец, кавалер, сорока трех лет от роду. Свои дгода скажешь ему, что ли? — Бросите вы, шутите вы, не бросите, — огрызнулась на него Глафира Семеновна. — Да какие, матушка, тут шутки? Целый форменный допрос. Да дать ему наш паспорт, что ли? По крайности, не усомнится, что ты у меня законная жена, а не сбок припек. — Да, допросы есть, — согласилась, наконец, Глафира Семеновна. — Спрашивает, один день мы здесь в Монте-Карло пробудем или несколько? — Эн-жур, мсье, эн-жур. — И зачем только это ему? — удивилась она. Конторщик писал уже что-то на зеленого цвета билете. — Знаешь что, Глаф, — сказал Николай Иванович, — я боюсь. Ну и к черту! Уйдем мы отсюда, словно мошенников нас допрашивают. — Да уж кончено, все кончено. — Чего кончено? Ведь это срам. Купца и кавалера, домовладельца, известного торговца со старой фирмой, и вдруг так допрашивают. — Ничего не поделаешь, коли здесь порядки такие, — отвечала Глафира Семеновна, принимая от конторщика билет на право входа в игорные залы и спросила. — Комбьян пене? Жген? — переспросила она ответ конторщика и прибавила, обратясь к мужу. — Видишь, как хорошо и деликатно. Дали билет и ни копейки за него не взяли. — Да какая уж душечка тут деликатная, сколь совсем оконфузили допросом. Только разве не спросили о том, в какие бани в Петербурге ходим? Очередь дошла и до Конурина. Тот тяжело вздохнул и подошел к конторке. — Полезай, Иван Кондратьев, и ты на расправу, колесунулся со своими деньгами в Монте-Карло эту проклятую, — проговорил он и прямо подал конторщику свой заграничный паспорт. — Крестьянин Ярославской губернии, Пашихонского уезда и временный Санкт-Петербургский второй гильдии купец. Женат, но жену дома оставил. — Впрочем, тут из паспорта все видно, — прибавил он, обращаясь к конторщику. — Вот даже и две печати — от австрийского консульства и от германского. — Будь, брат, покоен, не мазурики и в социалистах не состоим. — Был выдан Иконурину входной билет. Запасшись билетами для входа, Иванова и Иконурин направились в игорные залы. Чтобы попасть в игорные залы, пришлось пройти через великолепную гостиную-залу, предназначенную, очевидно, для отдыха после проигрыша и уставленную по стенам мягкими диванами. В ней бродила и сидела человек пятьдесят-шестьдесят публики. Были мужчины и дамы. Мужчины курили. На лицах всех присутствующих было заметно какое-то уныние. Почти все сидели и бродили поодиночке. Групп совсем было не видать. Кое-где можно еще было заметить стоявших подвое, но они молчали или разговаривали в полголоса. Ни шутки, ни даже улыбки нигде не замечалось. Все были как-то сосредоточены и даже ступали по мозаичному полу осторожно, стараясь не делать шуму. Так бывает обыкновенно, когда в доме есть труднобольной или покойник. Сосредоточенность и уныние присутствующих подавляли все. Даже изумительная роскошь отделки залы не производила впечатления на входящих. — Вот ты пропасть! Даже жутко делается! Что это все ходят и молчат? — проговорил Канурин, обращаясь к Глафире Семеновне. — Да почем же я-то знаю? — отвечала она раздраженно. — Нельзя же в хорошем аристократическом обществе кричать! Уныло-угнетенный тон и на нее произвел впечатление. — Вон барынька-то с птичкой на шляпке в уголке, как пригорюнись, сидит и даже плачет. Должно быть, сильно проигралось, — заметил Николай Иванович. — Ну уж и плачет. Все ты шиворот на выворот видишь. — Да, конечно же, плачет. Видишь, на глазах слезы. Моргает глазами и слезы. Конечно же, проигралось. — Может быть, муж раздразнил? — А зачем же тогда держать кошелек в руках и перебирать деньги? Видишь, серебро. И денег-то всего три франка и несколько сантимов. Сейчас видно, что это остатки. Да от ла проигралось. — Удивительно, как это вы любите видеть во всем худое. Николай Иванович, между прочим, не спускал с дамы глаз. Дама была молоденькая, нарядная и кокетливо одетая. У нее в самом деле на глазах были слезы. Вот она убрала в карман кошелек, тяжело вздохнула и задумалась в упор, смотря на колонну, находящуюся перед ней. Так она просидела несколько секунд и перевела взор на свою правую руку. Пощупала на ней браслет и стала его снимать с руки. Через минуту она поднялась с дивана и стала искать кого-то глазами в зале. По залу, заложа руки за спину и закусив в зубах дымящуюся сигару, бродил черный усатый господин в длинной темной визитке английского покроя. Дама направилась прямо к нему. Он остановился, вынул сигару изо рта и, будучи высокого роста, наклонился над дамой, как бы собираясь ее клюнуть своим длинным крючковатым носом восточного типа. Они разговаривали. Дама подала ему браслет. Он взял от нее браслет, холодно-вежливо кивнул ей и отошел от нее, в свою очередь отыскивая кого-то глазами. Искать пришлось недолго. К нему подлетел низенький, толстый, с неряшливой полуседой бородой человек в гороховом пальто. Они отошли в сторону и вдвоем стали шептаться и рассматривать браслет. Пошептавшись, усатый господин поманил к себе даму и, спрятав браслет в один карман, вынул из другого кармана кошелек и начал отсчитывать ей деньги. — Глаш, Глаш, смотри! Та дама, что плакала, браслет свой ростовщику закладывает. Передала ему браслет и деньги получает, — указал Николай Иванович жене. — Ну, ж вы скажете. — Да смотри сама! Вон у колонны, видишь? Сейчас передала ему браслет и деньги взяла. Вот он ей и расписку пишет. Усатый господин действительно вынул записную книжку и писал в ней что-то карандашом. Через минуту он вырвал из книжки листок и подал его даме. Дама быстро схватила листок и ускоренным шагом побежала к дверям, ведущим в игорные залы и охраняемые швейцаром и контролером. — Ну что, убедилась? — спрашивал жену Николая Ивановича и прибавил. — Вот гнездо-то игорное, даже ростовщики водятся. — Да мало ли, дур всяких есть, — отвечала Глафира Семеновна. Канурин тоже видел операцию залога браслета и дивился. — Ловко, совсем по цивилизации, — прищелкнул он языком и покачал головой. — Ведь как все это в явь делается, без всякого стеснения? При игорном доме и касса-суд. Удивительно. — Да, попали мы в местечко, — вздохнул Николай Иванович и спросил. — А где же играют-то? Где этот самый вертеп? Где рулетка? — А вот, должно быть, за теми дверями. Все туда идут. Кивнула Глафира Семеновна на двери, за которыми скрылась заложившая свой браслет дама, и направилась к этим дверям, ведя за собой мужа и канурина. Швейцар и контролер тотчас же загородили им дорогу и спросили билеты. Контролер довольно внимательно просмотрел билеты, переврал вслух фамилию канурина и, наконец, возвратив билеты, произнес. — Он трэмси. Швейцар распахнул двери. — Ну, наконец-то, в рай впустили, — произнес канурина. — Люди свои кровные деньги им несут на съедение, а они у каждой двери заставу понаделали. Глазам Ивановых и канулина открылся ряд больших и длинных зал, отделенных одна от другой широкими арками. Посреди зал стояли огромные столы, и около них густо толпилась публика. Дамы протискивались сквозь толпу мужчин, протягивали руки со ставками. Мужчины загораживали им дорогу и, в свою очередь, лезли к столу, стараясь поставить на номер деньги. Наступившие кому-нибудь на ногу или толкнувшие друг друга даже не извинялись. Азарт поборол все. Везде раскрасневшиеся лица, везде тяжелое прерывистое дыхание, растрепанные прически, на которые владельцы их, отдавшись всецелой игре, уже не обращали внимания и не приводили в порядок. Как в гостиной зале, так и здесь, несложно сдержанный разговор, состоящий из игорных терминов, или даже только полушепот, изредка прерываемый известными выкриками крупье. — Иванова и Конурин обошли все залы, бродя между столами и наблюдая стоявшую и сидевшую около них публику. У одного из столов они услышали и русский полувозглас. — Их, бьет игра, бьет, и даже просвету не вижу. — Слышал, русопед нашего обчищают, — кивнул Конурин по направлению к столу. — Попался, голубчик. — Не лезь на рогатину, сам виноват, — откликнулся Николай Иванович. — Однако, ведь есть же такие, что и выигрывают, — заметила Глафира Семеновна. — Я сама читала в газетах, что какой-то кельнер из ресторана здесь целое состояние выиграл. — Ну, таких-то, я думаю, не завалило. Иначе, суди сама, на какие им доходы было бы такой дворец для игорного дома построить? Ведь дворец, вон люстра-то висит с потолка, ведь она состояние стоит. От одного из столов отошел уже нераскрасневшийся, а бледный мужчина с черной бородой, взъерошил себе рукой прическу, опустился на круглый диванчик и, упершись руками в коленки, бессмысленно стал смотреть в пол. — Этого тоже должно быть ловко умыли, — заметил Конурин. — Вон и старушка бродит и отдувается, — указал Николай Иванович. — Непременно и ей бок нажгли. Шляпка-то у нее вон совсем съехала на бок, а она и не замечает. — Грех, бабушка, в вертушку-то в эти годы играть. Лучше б уж дом сидел, да бог молилась. Глафира Семеновна сердилась. — Ах, как вы мне надоели оба своими прибаутками! — проговорила она, обращаясь к мужу и Конурину. — Я сбираюсь попробовать счастье, а вы с двух сторон. Один нажгли, другой умыли. Ведь так нельзя. Ни в какой игре не следует таких слов под руку говорить. Надо бодрить человека, а не околачивать его разными жалкими словами. — Да как же ты будешь играть, если ты не знаешь, как здесь и играется, — заметил ей муж. — Ну вот, не боги горшки-то обжигают. Подойдем к столу, присмотримся и поймем, в чем дело. — Вот стол, около которого немножко попросторнее, к нему и подойдем. Она двинулась к столу. Муж и Конурин последовали за ней. Быстро бросилась им в глаза одутловатая фигура крупье с красным широким лицом, обрамленным жиденькими бакенами и усами, его лысина, черепаховая пенсне на носу и грудки золота и пяти франковых монет. Банковые билеты лежали отдельной стопкой. Другой крупье, молодой, с кисло-сладкой физиономией опереточного тенора, украшенный капулем, приводил в движение рулетку. Игроков пять-шесть, в том числе одна пожилая дама, вся в черном, сидели около стола, остальные стояли. Сидевшие около стола были игроки на большую ставку. Перед ними также лежали стопки серебра и золота. Один был пожилой блондин с бесстрастными, оловянными, как бы рыбьими глазами. Но, невзирая на их бесстрастность, он особенно горячился, играл на золото и ставил по нескольку ставок сразу. Другой, сильно горячившийся, был очень еще молодой человек, причесанный, прилизанный, как бы соскочивший с модной картинки, в широчайших брюках крупными полосами, засученных у щиколотки, с бриллиантовой булавкой в галстуке и в запонках у рукавчиков сорочки чуть ли не в блюдечко величины. Он также играл на золото, сидел у стола как-то боком, выставив в сторону ногу, после каждого проигрыша ударял себя по бедру и шептал что-то себе под нос. Дама играла на золото и на серебро, систематически ставя золотой на номер и пятифранковую монету на черную или красную, поминутно кусая свои бледные губы. Ей несколько раз были даны небольшие куши. Она приподнималась со стола и, не дожидаясь, пока крупье подвинет к ней деньги лопаточкой, с середины стола пригребала их к себе руками и тотчас же удваивала ставку. — Удивительное дело! И здесь дамам счастье! — проговорила Глафира Семеновна, наблюдая игру. Конурин и Николай Иванович молчали и внимательно следили за игрой. — Теперь я вспоминаю. Точь в точь такую же рулетку я видела у Комловых. Ну, та, разумеется, была маленькая, — продолжала Глафира Семеновна. — Самое выгодное здесь на номер ставить. Но я все не могу сообразить, сколько выдают здесь за номер при выигрыше. — Николай Иванович, я поставлю на красную, — шепнула она мужу. — Да погоди, не горячись, — был ответ. — Игра большая, с маленькой-то ставкой тут и не подступайся, — прошептал Конурин. — Ну вот, чего тут стесняться, и маленькую ставку в лучшем виде отберут, — отвечал Николай Иванович. — Ах уж! — проговорила вдруг Глафира Семеновна и бросила двуфранковую монету на красное. Играющие обернулись к ней лицом и улыбнулись. А дутловатый крупье-кассир придвинул к ней двуфранковую монету обратно и заговорил что-то по-французски. — Камон! — удивилась Глафира Семеновна. — Николай Иванович, смотри, от меня даже не принимают ставку, — обратилась она к мужу недоумевающе. Крупье-кассир, заслыша ее русскую речь, издали показал ей пятифранковик. — Да-да, видишь, он показывает тебе, что меньше пятифранков ставить нельзя, — отвечал Николай Иванович. — Ну, ежели я поставлю пять франков, то у меня ассигнованного на проигрыш золотого хватит только на четыре ставки. — Ну так и что же из этого? По одежке протягивай ножки. — Помилуй, ну какая же эта игра на четыре ставки? Да не еще золотой. — Да ты прежде четыре ставки проставь. Канурин стоял и бормотал. — Видишь, как заигравшие здесь черти от двух франков отказываются, как будто два франка и не деньги. Два франка ведь это восемь гривен по-нашему. У меня в Питере в магазине на эти деньги можно купить четверку чаю хорошего и два фунта сахару. — Николай Иванович, я поставлю пять франков на красное. — Уж куда не шло, — проговорила Глафира Семеновна. — Да ставь, мне-то что. Я вот все соображаю, что это значит, когда не на номер ставят, а на полоску между номерами. Вон, Фертик с Капулем на четыре полоски вокруг номера сейчас поставил. — Камон, месье, вот это на полоску. Камбьен можно получить? Обратился Николай Иванович к стоявшему рядом с ним бородачу в очках, но тот не понял и, отрицательно покачав головой, полез с пятифранковиком к номеру. — Бьен вапли! — воскликнул Крупье, отстраняя ставку. — Глаш, спроси хоть у дамы по-французски. Что это значит на полоску и вокруг номера? — сказал Николай Иванович жене, но Глафира Семеновна схватила его за руку повыше локтя и радостно прошептала. — Выиграла. На красную. Пять франков выиграла. Я на номер поставлю теперь. — Да ведь ты еще не знаешь, сколько здесь заугаданный номер дают. — И не надо знать. По крайности, сюрприз будет. Неужели же здесь при всей публике надуют? Ну, я на семь поставлю. Седьмого ноября была наша свадьба. — Понял, понял, что значит на полоску ставить, — шептал Канулин, ударив себя полбу ладонью. — Это значит, что ставка на два номера. На номер, который направо, и на номер, который налево. Пятак серебряный, стало быть, пополам. — Поставлю я им пятак, — обратился он к Николаю Ивановичу. — Пятак два рубля, стало быть, фунт чаю. — Ну да уж пусть их сожрут фунт чаю, гвоздь им в глотку. Он положил пятак между двумя номерами, и дивное дело. Ему придвинули грудку серебра. — Каково? Ведь выиграл! — воскликнул Канулин среди тишины, так что обратил на себя всеобщее внимание. — Ну, теперь погоди. Теперь можно уж из выигрыша ставить. Сколько ж мне за это дали? Он хотел считать. — Да брось, не считай, нехорошо. Оставь так для счастья. Остановил его Николай Иванович и сам полез со ставкой, ставя ее на полоску. Играли уж все трое. — Николай Иванович, у меня из золотого последний пятак поставлен, — дергала мужа за рукав Глафира Семеновна. — Дай мне еще золотой. Нельзя здесь на грош играть. Видишь, большая игра. Лучше уж я в Италии буду экономить и не куплю себе соломенных шляпок, о которых говорила. Ты вот что, ты дай мне два золотых. Даю тебе слово, что в Италии... — Да на, на, не мешай только. Видишь, я сам играю. Николай Иванович сунул жене два золотых. — Смотри, смотри, ты выиграл, — указывала она мужу. — Да неужели? Крупьей к нему придвигал стопку серебра. Николай Иванович просиял. — Скажи на милость, как мы с Конорином удачно, — говорил он. — Конорин с первой же ставки получил, а я со второй. Как это хорошо на полоску-то ставить. Глаш, ставь на полоску. — Ну, что тебе за охота на цветное ставить? — шепнул он жене. — Нет, здесь как возможно. Здесь игра куда лучше, чем в Ницце. — И благороднее, — прибавил Конорин. — Здесь и харь таких богопротивных нет, как в Ницце. Вон на иудином месте около денег господин Крупье сидит. Приятное лицо, основательный мужчина. Сейчас видно, что не ерыга. — Ты выигрыши. — Франков тридцать выигрыши. — Да теперь обложить надо номер. Вокруг обложить. На четыре полоски по монетке. Вот Давича этот с помутнившимися глазами обкладывал, и ему уйму денег подвинули. — Ну так обложи. — Конечно же обложу. При выигрыше можно. — Ну, пропадай, моя телега. Вот четыре колеса. И Конорин, бросив на стол четыре пятака, стал ими обкладывать номер. — Николай Иванович, я выиграла! — слышался голос Глафира Семеновны. — Второй золотой оказался счастливее. Пятак на красную выиграла. — Да погоди, не мешай. Играй сама по себе, а я буду сам по себе, — отвечал Николай Иванович, видимо, заинтересованный игрой. — Ну что, Иван Кондратьевич, обкладка-то не выдрала? — Сожрали гвоздь им в затылок. Ну да, вось поправимся. Еще раз обложу. — И я обложу. Ведь я выигрыши. Сказано, сделано. Рулетка завертелась. Конурин и Ивановы жадными глазами следили за ней. — Ура! — закричал вдруг Конурин. — Тише, что ты? Мне как с ума сошел! — дернул его за рукав Николай Иванович. — Ведь на тебя вся публика смотрит. — Отчихать мне на публику! Крупье пододвинул к Конурину большую стопку серебра. В серебре виднелся и золотой. — Николай Иванович, Николай Иванович, вообрази, я опять выиграла! — наклонилась к мужу Глафира Семеновна. Глаза ее радостно блистали. Глаза ее радостно блистали. Субтитры создавал DimaTorzok